всем привет дорогие друзья вы на канале для сергей и мы продолжаем с вами прохождение death trending и так мы только что с тобой закончили наши дела с амелией ничего не выбирается помолчи я расскажу на разбросы нет времени в детстве тебе часто снились кошмары ты вечер не из-за них плакал но это были не твои сны а мои самого младенчества я грезила береги не только во снах но и на его тоже в этих грезах я наблюдала конец света множество раз бесчетные катаклизмы убивавшие жизнь на планете снова и снова и снова сначала я не понимала что я вижу и почему но это было не самое плохое были и другие грезы пострашнее о смерти и разрушение о массовом вымирании как сейчас и это я должна была все уничтожить вызвав последний выход что я и сделал первая операция мне было всего 20 я открыла глаза и увидела перед собой берег но когда я пришла в себя я снова была на больничной койке разорванной между двух миров бриджетт маяка в том амелия маяка в этом каким-то образом мы обе сосуществовали но вскоре проявилась разница только тело бриджет оставалась все такой же тогда я решила соврать я сказал людям что амелия моя дочь дочь страдающая от болезней растущая без отца взгляни амелия 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 по-французски душа выдуманная душа не было никакой амелии только я и берег сначала я считал это проклятием но потом я подумала может это мне на руку я попыталась узнать больше о береге думала что так я найду ключ к истолкованию моих видений будущего так бежим дальше но с тобой ничего не остается я поняла что берег соединен с другой стороной значит где-то за его пределами хранилась память о самом времени в том числе обо всех организмах что когда-либо жили четыре с половиной миллиарда лет биологической истории истории что возможно ведет отсчет с рождения вселенной мои поиски этих знаний привели к созданию хиральной сети и всего остального на передаваемые через берег данные не действовали ограничения времени расчеты на которые ушли бы годы не стоили никаких усилий все то что земля утратила и забыла можно было воссоздать заново но вскоре после начала исследований произошел первый выплеск я думала что время на исходе что мои кошмары воплощаются в жизнь поэтому я и постаралась завершить сеть как можно быстрее в прошлом есть все ответы нужно было только сложить их воедино сеть которая свяжет наш мир с берегом я думала это и есть решение и я начала исследование бб детей прикованных к той стороне из-за чего возникает фактор вымирания чем были вызваны предыдущие пять катаклизмов ответы на эти вопросы помогли бы предотвратить шестой я основала бриджес поставив себе целью протянуть хиральную сеть по всей территории америки но чем дольше я вела войну с неизбежным тем слабее становилось у моей га был рак может меня покарал берег за то что я отказывалась ему подчиниться и вот однажды моей га не стало я не довела дело до конца поэтому я попросила тебя и ты справился ты помог нам завершить сеть помог восстановить память обо всем что довелось испытать вселенной вплоть до этого мига мы получили ключи ко всем загадкам и к этой однажды произошел взрыв он породил пространство и время но скорее это была большая случайность эти сгустки материи и антиматерии должны были уничтожить друг друга без следа но каким-то образом один крохотный кусочек материи уцелел и этого хватило хватило чтобы создать наш мир и все что в нем есть мир случайный мир без равновесия порядок неизбежно уступает хаосу все что живет неизбежно умирает как будто вселенная стремится вновь обратить нас в ничто может большая пятерка это ее самые удачные попытки но каждый раз от жизни что-то оставалось и этого хватало чтобы снова расплодиться на зло воли космоса знаешь я начинаю думать что угроза вымирания это защита от глобального уничтожения она вынуждает нас бороться за жизнь превозмогать быть так вместо того чтобы задушить жизнь большая пятерка ее разожгла из пепла возрастает новая жизнь сильнее мудрее она наследница самого мироздания она не хочет сдаваться на милость вселенной говоря это только начало вымирание это возможность в тот день я дважды спустила курок это была ошибка я поняла сразу я нашла твой берег бросилась искать тебя сэм вот ты где где ты хочешь домой пойдем давай я хотела я хотела навсегда избавить тебя от аков смерти не бойся я знаю но этим поступком я расшатала природное равновесие жизни и смерти и я просто хотела тебя спасти я же фактор вымирания моя судьба привести наш вид к гибели но в тот момент ты стал частью этой судьбы ты стал возвращенцем через дум мои кошмары стали передаваться людям по всему миру я вправила в это тебя и других у кого есть дом а вскоре после произошел выход смерти мертвецы вцепились в наш мир и твари перебравшись через мой берег поглотили их вызвав новые выплески так мир устремился навстречу своей погибели но мне не оставалось ничего другого как наблюдать за происходящим с берега либо приблизить последний выход избавив нас от мук из этих двух вариантов я выбрала быстрой смерти но для этого мне требовалось чтобы здесь был ты часть меня и я бы лицезрела конец всего сущего стоя рядом с тобой но теперь я понимаю есть альтернатива отрежь меня сам фактор этого сделать не может но в грезах я видела и другое будущее твой выбор где вымирание это шанс спастись от уничтожения очень интересно так пробуем сохраниться и не можем альтернатива и 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 очень интересно как нам еще бегать здесь будем записывать все подряд то там потом будем резать резать все ненужное нужно неинтересное некрасивые и все такое много чего узнали много чего шокированы много что осталось непонятно конечно же конечно же здесь еще и музычка к сожалению это я по-любому не услышь как ты уже в курсе естественно потому что было нет всякие авторы но очень думаю что это войдет в сюжетку хотя кто знает пока просто бежим и так те титры закончились музыка тоже шли недостаточно долго давай смотрим оружие тебе не поможет но она еще сыграет свою роль восстановить конечно сэм слушай это я снова свела вас с клифом вместе я хотела чтобы ты кое-что осознал тебя не брось и ты не одинок не понимаешь ты должен жить мы с тобой должны жить ты услышишь я услышу не пойму то куда идти наверно кладут сюда судьи по голосу ты кто уйди ладно дай сам пойду ну вот тащи меня отсюда ну тащишь мюшки хотелось да я здесь я здесь ребята вот же вот же ребята заберите меня отсюда сос 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 я тут ребята вы будете меня забирать нет кое-что это вы хоть это дайте курс там курс норд-норд-вест не сдавайся связи еще держится а а а а а а а а и а Продолжение следует... 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 ничто в мире не вечно в том числе и мы но покуда мы ценим мгновение черпаем радость в ожидании будущего надеемся и не отчаиваемся мы выдержим президент бриджит стрэнд и ее дочь саманта америка стрэнд пожертвовали всем ради надежды на то что мы народ объединимся то что они уже не увидят плоды своих трудов наполняет нас безмерной грустью на нас утешает осознание того что память о них будет жить хиральные сети и в наших сердцах отныне мы навсегда связаны в этой истории есть еще один герой тот чьи подвиги обречены на безвестность америки нужен этот герой этот человек без которого нас бы здесь не было его имя не важно вы знаете о ком я и вот что я скажу этому невоспетому герою это ты свел нас всех вместе ты исцелил наш народ и хотя мы рано или поздно покинем этот мир ты уходишь сэм так наскучило быть героем да хватит с меня ее нет подожди надо сказать тебе кое-что тебе это больше не мешает это же здорово так вот тебе не интересно как мы вернули тебя с берега мы хотели использовать куклу но под рукой не нашлось и тут я вспомнил про другую вещь это то о чем я думаю да что крепче связано с берегом амелии чем пуповина президента стрэнд хардман считал что для этого она мне ее и передала к сожалению не сработало да она уже отрезала свой берег он просто исчез мы не знали то ли она утащила тебя на ту сторону то ли отправила на другой берег мы долго ломали над этим голову хардман и мама порознь пошли прочесывать все берега куда тебя в принципе могло вынести мы искали тебя целый месяц но к сожалению безрезультатно месяц снаружи а сколько внутри поверь мне на слово тебе лучше не знать но не волнуйся мы не нашли признаков ускоренного старения в итоге вот что привело нас к тебе когда мы уже были готовы сдаться дай хардман вспомнил про револьвер мы пошли за ним и он завел нас в дальний уголок твоего берега там-то ты и был мама первая тебя увидела она опознала тебя с наблюдательной точки на той стороне она сообщила локни по их связи а хардман подтвердил твою позицию в ходе своего погружения план был такой фреджел должна была забросить меня вместе с лук тебе чтобы мы тебя вытащили но не так то просто переместить нескольких человек на чужой берег на продолжительный срок и вот здесь пригодилась пуповина мы сплели их из днк президента стрэнд они действуют как узел связывающий нас президент предвидела что все так и будет иронично правда револьвер с которого начался весь кавардак стал ключом к твоему спасению амелия сказала что это не только оружие не оружие но леер палка ставшая веревкой что ж можно и так выразиться сэм ты не представляешь как давно мне хотелось тебя обнять я тебе еще кое-что расскажу гостайна это насчет клиффа мать бэбэ некая лиза бриджес гражданская жена клиффа лиза бриджес убийца клиффа значится в архиве под именем просто джон служил спецназе сша и доблестно судя по всему впоследствии стал помощником президента она поручала ему мокруху согласно записям после смерти клиффа он исчез его объявили в розыск потом сочли что он погиб только как видишь этот орешек так просто не раскусил наш джон облачился в маску и взял себе новое имя но хиральную сеть не обманешь мы подняли старые записи и мама спрятала их в архиве кроме нас доступ к ним есть только у тебя посмотри если захочешь но я тебя предупреждаю президент промышляла очень грязными делами я ему не верю но если надо я готов с ним работать поговорим потом сам я не жду что ты меня простишь но хотя бы выслушай я убил капитана клиффорда унгера я мог бы сказать что ради америки из любви к стране но это не так все ради нее потому что любил ее всем сердцем она была для меня всем просто всем я не пытаюсь перед тобой оправдаться я просто хочу сказать не проходит дня чтобы я об этом не пожалел время не лечит как и маска сам дай договорить он капитан спас мне жизнь знаешь знаешь почему я до сих пор живой потому что он не давал мне погибнуть он каждый раз вытаскивал меня из пекла я я любил его так же сильно как ее и когда он взглянул на меня этот призрак я понял он пришел меня убить покарать меня и был бы прав почему он не стал он не смог спасти ребенка ребенка бэбэ вот поэтому он и вернулся наверное когда он увидел что я стараюсь на благо Америки он вспомнил кем был и он простил меня черт но я этого не заслуживаю мой грех ничем не искупить господи у а и а и и и и и Но, может... Может, это вместо искупления. Может, он вернул меня, чтобы я кое-что сделал в последний раз. Вот чего он хотел. Чтобы я остался Дайхардманом. Нет. Не хотел. Кому нужен президент, считающий себя бессмертным? Если не боишься смерти, как можно ценить жизнь? А жизнь сейчас держится на волоске. От привычек трудно избавиться. Но мы должны себя превозмочь. Иначе нам не построить новую Америку. Оружие тебе не поможет. Это её слова, не мои. Спасибо, Сэм. Здравствуй. Я тебя дожидался. Он умер? Бедный ребёнок никогда и не жил. По крайней мере, в нашем мире. В итоге поступил приказ об утилизации. Нельзя рисковать. Может начаться некроз. Я решил, ты захочешь сделать это сам. Ты можешь попробовать вынуть Луис капсулы, если, конечно, хочешь. Но это будет явным нарушением отданного тебе приказа. А раз теперь мы и правда нация, нужно соблюдать закон. Я просто не смог себя заставить. Но и нарушить приказ Президента я тоже не могу. Ты пойми. Ладно. Я пойду в крематорий. Пока ты не ушёл. Мне надо кое-что сделать. Я отключил твои браслеты. В данный момент ничто не мешает тебе их снять. Если это сделать, UCA никаким образом не сможет тебя обнаружить. Ты станешь невидимым. При запуске крематория подключение к сети автоматически восстановится. Надеюсь, ты запомнишь мои слова? Да, непременно. Спасибо за всё. Как погода? Зонтик тебе не понадобится. Я всё-таки решила пойти по стопам отца. Не бойся. Больше я с террористами работать не собираюсь. Я полагаюсь на UCA. Мы первая официально одобренная частная компания доставки. Значит, дела у тебя пошли в гору. Мои поздравления. Спасибо. Стой. Хочу тебе кое-что сказать. Я не убила Хиггса. Духу не хватило. Я дала ему выбрать смерть или вечное одиночество на берегу. Ожидаемо. Ты ведь не любишь ломать вещи. Ну да. Я нахожу, ремонтирую. И соединяю. Моё имя Фреджейл. Но я не хрупкая. Поработаешь со мной? Ты бы мне пригодился. Мир по-прежнему разбит. Как и раньше. Ну, разбит. Но мы-то живы. Мы двигаемся дальше. Нет, не все. Не я. Да брось. Ты ведь воссоединил Америку. Помнишь? Но в ней нет места для меня. Меня ничто ни с кем не связывает. Я все равно, что мертвец. Я чувствую себя так же, как тогда в пещере. До сих пор. Не притворяйся, что ты все такой же. Ты научился касаться. Чувствовать. Ты сблизился с людьми. С нами. Все, чего я касаюсь, умирает. Сэм! Пойдем в последний поход. Пойдем в последний поход. Продолжение следует...